Всем привет! Обычно главной проблемой при создании механизмов является как подвести куда-то сигнал. Но сегодня я буду говорить о другой проблеме. Как такой сигнал временно отключить? Вот вы видите стандартную конструкцию, повторитель. Он подсвечивает блок и передает сигнал на Redstone дальше. Разумеется, когда мы при помощи липкого поршня такой блок смещаем, цепь разрывается и наша задача выполнена. Но представим, что у нас есть хотя бы две цепи, которые нужно разрывать одновременно. Первое, что приходит в голову, это поставить поршни вниз, соединить их повторителями и таким образом выполнить нашу задачу. Однако, так схема работать не будет. И давайте я покажу почему. Если на момент отключения в какой-то цепи есть сигнал, эта цепь не разорвется. Связано это с тем, что существует баг, который заключается в подпитывании поршни через воздух, в данном случае через вот этот блок, расположенный над ним, и такой поршень просто не закроется до пропадания сигналов цепи. Обойти это, в принципе, достаточно просто. Если поршни расположить сверху, то этот баг уже срабатывать не будет. Но это не перечеркивает других недостатков данного решения. В частности, это большая ресурсоемкость. Как-то по липкому поршню на каждую цепочку это достаточно много. Плюс, опять же, звук поршней, который нам не всегда нужен. Попробуем данную проблему решить. Вот здесь у меня такая построенная схема из клок-генератора, который эмулирует, допустим, четыре разные цепи сигнала. И на выходе стоит вот такой измененный Т-триггер с задержкой по заднему фронту. Управляет он не одним блоком, перемещает, а целую цепочку блоков, которые в шахматном порядке обычные и прозрачные. Это у меня стекло. Соответственно, когда напротив повторителей расположены прозрачные блоки, сигнал дальше не проходит. Переключаем состояние Т-триггера. У нас напротив повторителей обычные блоки, и сигнал спокойно проходит дальше. В принципе, данная схема уже менее ресурсоемка. Но сохраняется звук поршней, плюс появляется новый недостаток. Это то, что мы до бесконечности такую схему не можем расширить. Я предпочитаю использовать третий вариант. И выглядит он вот так. Это двойная инверсия. Здесь будет выход нашей схемы, здесь будет ее вход. И в стандартных условиях сигнал со входа на выход передается абсолютно спокойно. Чтобы его прервать, мы просто запитываем второй блок. То есть, отключаем вот этот факел на выходе. Подаем сигнал. Все, на выходе у нас ноль. И чтобы мы не подали на вход, сигнал на выход не пойдет. Разумеется, использовать лучше более компактный вариант данной схемы. И выглядеть он будет вот так. Два блока. Факел, факел и кусочек редстоуна. В принципе, по логике это абсолютно то же самое, только по компакте. Соответственно, когда второй блок не блокирован, у нас сигнал совершенно спокойно идет на выход схемы. Когда мы блокируем его, то у нас сигнал дальше не идет. Схема по скорости срабатывания ничуть не хуже, а то и лучше предыдущих. Плюс она совершенно спокойно, как вы понимаете, может вот так вот до бесконечности растягиваться в длину. Поэтому я предпочитаю использовать именно ее. Надеюсь, данный прием вам понравился и пригодится. Мне достаточно часто приходится подобные использовать приемы. Ну а на сегодня все. Большое спасибо за внимание. Не забывайте оставлять ваши комментарии, оценки к видео, подписываться на канал. Пока!